И к другим темам. Ежедневно улучшать себя и свое окружение – одно из правил Сбербанка России. И банк неустанно следует ему. Тому яркий пример – открытие Волгодонски после реконструкции обновленного филиала на улице Черникова, который по праву может себя считать самым современным банковским отделением в городе. Новое лицо старейшего банка страны увидела и наша съемочная группа. Сбербанк меняется и выходит на новый уровень своего развития, не только внутренний, но и внешний. Очередной уже четвертый дополнительный офис банка нового формата по адресу улица Черникова, дом 19, распакнул свои двери клиентам. В церемонии открытия отделения принял участие мэр Волгодонска Виктор Фирсов, который одним из первых увидел все преимущества нового дополнительного офиса и оценил труд коллектива банка и строителей, которые в сжатые сроки менее двух месяцев сделали подарок горожанам, реконструировав филиал. Чем больше таких красивых зданий, тем лучше и светлее в городе. Зайдя сюда, почувствуешь себя непотеренным в какой-то суете. Здесь просторно, светло. Мы уже посмотрели некоторые услуги, которые сегодня оказывает банк. Это уже на современном уровне. Я думаю, что все, что делается сегодня сберегательным банком, это делается во благо всех жителей нашего города. История этого филиала началась в 1986 году. Тогда это была обычная сберкасса номер 23, совершавшая только две услуги – вкладные операции и прием коммунальных платежей. Сегодня это современнейший филиал Сбербанка, который предоставляет своим клиентам весь спектр банковских услуг. Только в этом отделении открыто более 35 тысяч счетов по вкладам. Выдано кредитов на сумму более 237 миллионов рублей. Выпущено свыше 5000 банковских карт. И это далеко не предел, уверены как сотрудники банка, так и его постоянные клиенты. Я, например, этим филиалом пользуюсь. Всю сознательную, можно сказать, зарплата сюда приходила. Теперь и пенсии сюда приходим. Приходим сюда оплачивать. Кстати, оспоили уже вот этот вот Сбербанк онлайн. К услугам клиентов банка – три банкомата, работающие в круглосуточном режиме, три терминала приема платежей, комплекс, позволяющий работать в системе Сбербанк онлайн, то есть управлять своими счетами в режиме реального времени. Традиционными операциями, в которых участвуют банковские служащие, управляет электронная очередь. Все эти меры в комплексе должны, по мнению руководства банка, сделать посещение офиса максимально комфортным и минимально затратным по времени. Мы решаем задачу обслуживания жителей Волгодонска. И для администрации сегодня, и для банка это приоритетная задача. То есть надо победить эти пресловутые очереди. Это стратегическая задача Сбербанка, и это удобство и комфорт жителей и гостей города. На этом Сбербанк останавливаться не собирается. В 2013 году запланировано реконструировать и открыть еще шесть дополнительных офисов подобного уровня. Артем Бегуцкий, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.